Дух истории и легенд одесского бокса. Международный турнир по боксу памяти героя Украины и заслуженного тренера Украины Бориса Литвака стартовал в эту пятницу в спорткомплексе Одесской юридической академии. Масштабные соревнования среди юниоров проводятся уже в пятый раз. В этот год турнир собрал около сотни талантливых боксеров со всей страны, а также из Беларуси. В связи с пандемией спортсмены из многих стран не смогли принять участие в соревнованиях. Турнир традиционно проходит при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова и Федерации бокса Одесской области. Подробности в нашем сюжете. Добро должно быть с кулаками и от идеи до реализации период должен быть минимальным. Наставление легендарного одессита, героя Украины Бориса Литвака помогли воспитать сотни чемпионов по различным видам спорта. Международный турнир в его честь проходит в спортивном комплексе Одесской юридической академии уже в пятый юбилейный раз. Помню Бориса Литвака как человек, который не был безразличен ко всему, что происходит в области спорта. Он возглавлял федерацию бокса нашей области на протяжении многих десятилетий. И я очень рад, что мы сегодня помним таких людей и в честь Бориса Давыдовича проводим международные турниры, вот в частности по боксу. Он в 22 года возглавлял федерацию бокса Одесской области, если не ошибаюсь, с 62 по 84 год. И за эти годы я знаю, что она очень сильно процветала, он сплотил братство. То есть до сих пор я вижу людей, которые тогда были, которые сейчас есть рядом и поддерживают спорт. Я рад, что он до сих пор процветает, что турниры продолжаются. Ранее эти соревнования среди юниоров проходили на базе спорткомплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана. Восемь лет назад лично Борис Литвак, создатель «Дома с ангелом», заслуженный тренер Украины, вместе с лидером Украинской морской партии, почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Киваловым, открывали этот спортивный комплекс у моря. Он тогда говорил, это здорово, это очень важно, что мы здесь, на берегу моря, сделали этот спортивный комплекс. Он еще приводил примеры. Слава Богу, что он говорит, я как депутат городского совета убеждал, что нужно выделить эту землю именно под спортивные сооружения. Тогда у нас это получилось. Мы привлекли многих-многих спортсменов, чтобы они занимались, чтобы они поддерживали развитие спорта. В этом году на базе спортивного комплекса на восьмой станции Большого фонтана проходит масштабная реконструкция. Полная замена коммуникации, утепление, замена купола и установка солнечных коллекторов для того, чтобы обеспечить спорткомплекс теплом на протяжении всего года. В связи с этим в этот раз турнир памяти Бориса Литвака проходит в другом спорткомплексе Одесской юридической академии, который также соответствует всем международным стандартам. Стоит отметить, что учитывая огромное количество спортивных мероприятий, которые в нашем городе проводит Федерация бокса Одесской области, а именно открытые ринги в новых клубах, открытые тренировки на разных локациях города, вечер профессионального бокса Top Boxing Generation, можно смело утверждать, что Одесса сегодня является столицей развития такого олимпийского вида спорта, как бокс в Украине. Будут участвовать 10 областей Украины, включая Одесскую область. Сергей Васильевич, я очень благодарен этому человеку, потому что он всегда дает возможность нам провести многие турниры у себя, в таком прекрасном спорткомплексе. Я благодарен всему коллективу, организаторам, потому что хорошо подготовились. Надеюсь, что всем понравится. Борис Владимирович, человек, который заслужил, чтобы его именем назывались турниры. Сегодня очень важно иметь и проводить турниры в Одессе, потому что после пандемии это новый толчок к развитию бокса, развитию спорта в нашей регионе и в нашем городе. И отрадно, что Одесса опять распрохнула свое мероприятие для проведения такого рода турниров. У нас было в этом году запланировано в Одессе порядка 18 мероприятий по боксу. Конечно, наверное, пройдет меньше, потому что что-то сокращено, перенесено. Но в целом, я думаю, что основные соревнования пройдут. Сейчас наши спортсмены готовятся к отборочным соревнованиям, ко взрослому чемпионату Украины. И у нас, конечно, главная наша надежда и звезда – это Рогава Цотна, который у нас готовится к Олимпийским играм. В Одесской юридической академии, а также Международном гуманитарном университете спортивной подготовке студентов уделяют большое внимание. Здесь создаются все условия для того, чтобы молодежь и дети со всех уголков Украины, а также из-за рубежа, могли заниматься спортом. Поэтому вузы имеют самую развитую спортивную инфраструктуру – свои стадионы, спортивные комплексы, тренажерные, борцовские, танцевальные залы и спортивные площадки. Материально-техническая база, она на высоком уровне. И мы проводили здесь, в стенах Национального университета и Одесская юридическая академия турнир класса А, международный этот турнир памяти Семена Тресина. И сегодня здесь мы проводим этот турнир, этот ринг олимпийских размеров. И все, что мы здесь видим, оно на самом деле европейского уровня. И что особенно приятно, очень много мероприятий мы проводим на бесплатной основе. То есть, это действительно поддержка спорта, поддержка наших детей, спортсменов, без которых мы сегодня никак обойти с ним сможем. В международном турнире по боксу памяти Бориса Литвака принимают участие спортсмены в возрасте 15-16 лет из 10 областей Украины. Они сражаются в 13 весовых категориях. Также на турнире присутствуют тренеры национальной сборной, которые по итогам соревнований определятся с кандидатами в главную юниорскую боксерскую команду Украины. Поединки судят лучшие рефери страны, которые отметили проведение большого количества турниров для спортсменов такого возраста, а также увеличение количества клубов в нашем городе. Халид Мусаев стал президентом Федерации бокса Одесской области практически полтора года назад. За это время количество клубов боксерских в геометрической пропорции увеличилось очень сильно. Постоянно делаются матчевые встречи. У нас уже были проведены две открытые тренировки, которые собирали по несколько сотен участников. Есть такое выражение, знаете, как боксер растет от противника. То есть только в зале, если тренироваться, ребята доходят до определенного уровня развития и все. А дальше нужны соревнования. В этом году из-за пандемии многие страны не смогли делегировать своих участников. Однако присутствие спортсменов из Беларуси позволило не утратить статус международных соревнований. Турнир проходит с соблюдением всех карантинных мер, с ограниченным количеством зрителей и обязательным контролем температуры всех участников. Финальные поединки турнира по боксу памяти героя Украины Бориса Литвака пройдут 19 июля. Напомним, еще в 2016 году Сергей Кивалов выступал с инициативой появления в нашем городе улицы Бориса Литвака. В поддержку этой инициативы активистами Украинской морской партии Сергея Кивалова, молодежными и общественными организациями была организована масштабная акция, которая собрала более 5000 подписей. Как результат, вопрос о переименовании улицы был единогласно поддержан на заседании историко-топонимической комиссии и сегодня одна из улиц Одессы носит имя Бориса Литвака.